Сегодня проведем вебинар совместно с компанией АГАТ, российским производителем телекоммуникационных решений. Наша компания IPMATICA, это VAT-дистрибьютор телекоммуникационных IT-решений. На вебинаре будет сегодня присутствовать Дмитрий Нагорный, реселл-инженер компании IPMATICA. Я, Дмитрий Аченко Василий, проект-менеджер по телефонным решениям. И Наталья Колосова, руководитель по развитию продуктов компании АГАТ. Начнем наш вебинар с компании IPMATICA, расскажем о компании, потом расскажем о продуктах, если кто-то о них еще не знает. Далее Наталья расскажет о продуктах компании АГАТ, расскажет о совместных реализованных проектах, расскажем немного о проектной политике компании ЯЛИНК. Если будут вопросы, задавайте их в чате, будем по мере возможности отвечать. Начнем. Компания IPMATICA была создана в 2008 году, работает более 15 лет на рынке российском, специализируется на телекоммуникационных IT-решениях. Мы являемся value-add-дистрибьютором, то есть не совсем классическим дистрибьютором. Мы стараемся внести дополнительную ценность в наши продукты, помогать нашим партнерам, помогаем разрабатывать различные конкурсную документацию, которая необходима под тендеры. Компания насчитывает штат более 136 сотрудников. Темпы роста нашей компании от 20 до 50% ежегодно. Даже в пандемийный период мы могли расти более 25%. На данный момент более 2000 партнеров имеется в нашей компании, которые хотя бы раз совершали покупки оборудования ЯЛИНК. География присутствия наша вы видите на этом слайде. Основной офис находится в Москве. Также мы имеем по крупным городам России свои региональные проделы продаж с обособленными складами, где вы можете заказать оборудование и забрать прямо с этих складов. Также мы имеем наше обособленное подразделение в странах СНГ. Сферы применения оборудования ЯЛИНК и АГАТ, наверное, тут много не скажешь. Во всех сферах применяются IP-телефоны совместно с телефонными станциями. Это госучреждения, силовые структуры, промышленность, наверное, перечислять даже нет смысла абсолютно во всех сферах. Почему IP-матика? IP-матика имеет 15-летний опыт и огромное, наверное, экспертное знание рынка телекоммуникационных решений. Если вы обратитесь в IP-матику, вы получите достаточно квалифицированную помощь. Мы имеем огромный штат пресейл-инженеров, технических инженеров, техподдержки. Мы имеем полноценный сбалансированный портфель решений для телеком-проектов. Ощущаем поддержку, защиту партнеров проекта, потому что проекты – это очень важно, и проекты должны нести добавленную стоимость для партнеров. Помощь в подготовке проектных решений, пресейл, помощь в написании ТЗ, тестирование, предоставление оборудования в тестировании и так далее. Поддержка демо-оборудования, демо-залы, с которыми я сейчас вещаю. Вы можете посетить наш демо-зал в Москве. Также мы открываем в других своих региональных отделах продаж такие же демо-залы, куда вы можете прийти со своим заказчиком и посмотреть оборудование, задать нам какой-то сценарий, который вам необходим. Для заказчика и мы вот здесь сделаем небольшой пилотный проект, который вы сможете обкатать уже на месте. Высокоуровневая техподдержка, профессиональная локализация продуктов и ПО. Если у вас есть крупный проект, то мы совместно с Ялинк можем вам помочь делать ОМ-решения, коробки, прошивки, логотипы на телефонах и так далее. Маркетинговая поддержка, обучение сертификации. Компания «Эпиматика» регулярно участвует в отраслевых мероприятиях, АВ-фокус, Секьюрика, связь в ближайшее время тоже у нас проходит АВ-фокус по АВ-решениям. В прошлом году мы давно уже сотрудничаем с компанией «Агат». Это уже не первый год нашего сотрудничества. В этом году мы обновили наш сертификат. Новое оборудование было выдано «Агат», новые модели. Они протестировали со своими АТС станцией «Агат-ЮХ» и «Агат-СЮ» с платформой. И «Агат», как производитель этого оборудования, подтвердил полную совместимость нашего оборудования с их системами. Внизу вы видите логотипы наших крупных заказчиков в России, которыми у нас уже реализованы были проекты. Это «Почта России», «РЖД», «Минэнергетики», «Газпром» и аэропорт «Когалым» в Тюменской области. По вопросам сотрудничества можете связываться с любым из наших офисов. В этом году в июне месяце мы открыли офис в Самаре. Далее передаю слово Дмитрию. Дмитрий расскажет вам о нашей линейке оборудования и об его применении. Дмитрий. Да, добрый день. Итак, начнем с описания компании «Явинг». Она основана в 2001 году в городе Сямынь. Китайская компания. Топ на рынке СИП-телефонов, решений ВКС и других СИП-решений. Как вы видите, компания вкладывается в отделы R&D и технической поддержки. Низкий уровень брака, что позволяет непосредственно «Ялинку» и входить в топы поставщиков по миру своего оборудования. Итак, настольные телефоны. У нас здесь представлены три линейки. Это линейка 3, базовая линейка 4, более продвинутая, и линейка 5. Это самая топовая. Начнем с третьей линейки. Здесь у нас три модели, но в каждой модели есть свои, скажем так, подмодели. Т30 — это самый простой телефон с одним аккаунтом, черно-белым дисплеем без подсветки. Может поставляться как без поддержки POE, это модель просто T30, и с поддержкой POE это T30P. Далее модель T31. Здесь уже два СИП-аккаунта и две DSS-клавиши. Есть вариации без POE, с POE и с POE и гигабитным портом. Букавка G в названии модели говорит о том, что порт гигабитный, есть POE. И самая топовая модель в третьей линейке — это T33, также есть и с гигабитным портом, и без гигабитного порта POE, есть везде. Это четыре аккаунта, цветной дисплей и четыре DSS-кнопки, на которые можно запрограммировать до 12 номеров для быстрого набора или каких-то сценариев. Также T3-я серия отличается от остальных переключателем с датчиком HOLO. Это безрычажная система, работающая на магнитах, с хорошим экраном, устойчивой поверхностью к повреждениям. И регулируемой подставкой, которая одновременно может использоваться как и для установки на стол, так и для крепления на стену. Далее у нас идет четвертая линейка. Здесь тоже три модели. Стартовая с черно-белым дисплеем T43U на 12 SIP-аккаунтов и 8 DSS-кнопок, которые программируются на 21 номер быстрого набора или сценариев. Модель с цветным дисплеем и уже 10 программируемыми кнопками и 16 аккаунтами — это 46U. И топовая модель T48U. Здесь уже идет сенсорный цветной дисплей большого размера, 7 дюймов. Также 16 SIP-аккаунтов и 29 программируемых клавиш. Но в отличие от предыдущих моделей, здесь клавиши не физические, а они виртуальные, располагаются на экране. Отличие четвертой и пятой линейки от третьей — это возможность подключения консолей расширения с дополнительными кнопками. Всего можно подключить к одному телефону до трех консолей. На каждой из них будет 20 кнопок плюс кнопки переключения страницы. Итого можно запрограммировать 60 значений. На четвертой линейке модуль адаптивный. У него при подключении к черно-белому телефону фон становится черно-белым, при подключении к цветному — цветным. Ну и сам модуль называется EXP43. Также хочу отметить, что при подключении одного модуля к телефону, который питается по POE или по блоку питания, дополнительное питание не требуется. Если у нас два или три модуля, то нужно добавлять дополнительный блок питания. Пятая линейка. Начнем с видеотелефонов. Это модели T58W и VP59. T58W бывает в двух разновидностях. Это обычная версия и версия PRO. Начнем с обычной. Она имеет 7-дюймовый экран, поддержку передачи приема видео, поддержку модуля расширений и 10-сторонней смешанной конференции. Что такое смешанная конференция? Это когда в одной конференции могут находиться 3 участника с видео плюс 7 участников с аудио. Модель T58W PRO отличается от предыдущей наличием беспроводной Bluetooth-трубки, с которой пользователь может беспрепятственно перемещаться по офису. Поддержка расстояния до 10-12 метров от телефона есть. Также хочу отметить, что из обычной модели можно сделать версию PRO. Просто докопили беспроводную трубку. Контакты для ее зарядки есть на всех вариациях. 58-й модели. Следующая модель это VP59, флагман. Здесь уже дисплей 8 дюймов, тоже сенсорный. Появляется поддержка видео с 1080p и есть HDMI-выход, благодаря которому этот телефон можно использовать для подключения вывода информации с него на какой-то экран, телевизор. Ну и также в различных VKS-сценариях он может использоваться. Переходим далее. Здесь у нас обычные телефоны без поддержки видео. Это телефоны T53, T53W. Отличие буквы W, которые подразумевают встроенный Wi-Fi. Чем пятая линейка отличается от четвертой? На пятой линейке почти во всех моделях Bluetooth и Wi-Fi встроенные. В четвертой линейке Bluetooth и Wi-Fi с помощью донглов можно организовать. Вот, соответственно, в 53-й есть модель со встроенным Bluetooth без Wi-Fi и модель и с Bluetooth, и с Wi-Fi. Также черно-белый дисплей, 12 аккаунтов и 8 программируемых клавиш. В принципе, на модель 43U похожа из предыдущей линейки. Далее T54W, здесь цветной дисплей уже побольше, 16 аккаунтов и 10 программируемых клавиш. И топовая модель среди телефонов без видео это 57W, дисплей 7 дюймов, 16 аккаунтов и 29 программируемых клавиш. Также в пятой линейке ко всем этим телефонам можно подключить беспроводной DECT-донгл, который позволит использовать эти телефоны в качестве DECT-базы. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. Из аксессуаров к пятой линейке это камера 50. Она поставляется как в комплекте с 58-й моделью с названием WIS-камера, так и ее можно докупить отдельно. И консоль расширения XP50, тут в принципе все так же, как и в консоли четвертой линейки. Три консоли к одному телефону, 20 кнопок быстрого набора плюс 3 кнопки переключения экрана. При подключении более одной консоли также необходим дополнительный блок питания. Так мы переходим к решениям для аудиоконференции. Здесь у нас спикерфоны и конференц-телефоны. Начнем со спикерфонов. Здесь у нас представлены две модели CP900 и CP700. Они отличаются физическими размерами, 900 и чуть больше. Также на 900 6 встроенных микрофонов против 2 микрофонов на 700 модели. И на 900 чуть больше емкость аккумулятора. Конференц-телефоны. Из проводных у нас две модели CP925 и CP965. На 925 у нас массив из 6 микрофонов плюс 1 для шумоподавления. Дисплей 4 дюйма и поддержка 5-сторонней конференции. Также хочу отметить, что операционная система здесь Linux. И еще есть поддержка беспроводного Bluetooth микрофона одного CPW25. Мы о нем поговорим чуть позже. И вторая модель среди конференц-телефонов это CP965. У него уже массив из 12 микрофонов плюс 1 для шумоподавления. Операционная система уже Android 9.0. Конференция на 10 участников. К нему еще можно подключить два DECT микрофона CPW65. Еще в этом разделе хочется отметить интересное решение, которое я не видел у конкурентов. Это USB-телефон MP50. Он подключается к ПК и с помощью него можно разговаривать, используя приложения коммуникационных платформ, например, Teams, Skype for Business или другие платформы. В принципе, как по обычному телефону. Если кому-то привычнее и удобнее говорить с трубкой, то этот телефон позволяет покрыть такие потребности. Также из интересного здесь 4-дюймовый сенсорный экран, USB-хаб и порт 2,5 мм, который используется для подключения адаптера, который подает сигнал о занятости или о вызове. Ну, то есть со световым индикатором. Теперь поговорим о DECT экосистеме e-Link. В принципе, DECT-экосистема состоит из сингл-сотовых DECT-систем, мультисотовых DECT-систем и оконечных устройств. Начнем с сингл-сотовых. Что такое сингл-сотовая система? Это система, которая имеет в своем составе только одну базу. Также к ней возможно подключить репитеры, и это единственный вариант расширения ее зоны покрытия. То есть ограничение именно одной базой. Начнем с модели W70B. Эта база поддерживает 20 одновременных вызовов. К ней можно подключить 10 конечных устройств и подключаются 10 SIP-аккаунтов. Насчет репитеров. Да, ими можно расширить зону покрытия. Максимум 6 репитеров, из которых 2 можно подключить по цепочке. Как мы видим из-за конечных устройств, к ней подключаются трубки, конференции DECT, DECT-карнитуры и настольный DECT-телефон e-Link. Также в виде базы у нас может выступать телефон 5-й линейки с DECT-донглом, о чем я ранее упоминал. Мы, получается, докупаем dongle DD10K, вставляем его в USB-порт телефона, и у нас телефон начинает работать, кроме своего обычного функционала, еще и как DECT-база. К нему можно подключить 4 оконечных устройства, он поддерживает 4 одновременных вызова, и есть интересный режим Master Slave для одной подключенной трубки. Это функционал, когда при активном вызове вы можете переключать этот вызов между DECT-трубкой и настольным телефоном нажатием одной кнопки без прерывания вызова. Вот такой интересный, кому-то нужный режим. Далее, мультисотовые DECT-системы. Мультисотовые отличаются от синглсотовых наличием нескольких баз, объединяющихся в одну систему. Это позволяет покрывать больше пространства, большее количество абонентов подключать к DECT-у. Также есть три базиса микросотовой системы. Это синхронизация, handover и roaming. Что такое roaming? Roaming — это возможность конечного устройства, например, трубки, перемещаться между DECT-базами внутри одной системы и не перерегистрироваться вручную каждый раз. То есть трубка перешла с зоны покрытия одной базы в другую, автоматически к ней подвязалась и работает, принимает вызовы и все остальное. Handover — это, в принципе, то же самое, только во время разговора. То есть вы начали разговор в одной части своего офиса, например, в зоне покрытия одной базы, перешли в другой конец офиса, там уже покрытие второй или третьей базы. Все это время вы можете разговаривать, ваш вызов не прервется. И синхронизация. Синхронизация — это способность DECT-баз взаимодействовать друг с другом, передавать друг другу активные трубки. То есть синхронизация обеспечивает работу handover и roaming. В мультисотовых системах, начнем с модели W80, она поддерживает только один DECT-менеджер в системе. DECT-менеджер — это управляющее устройство, оно отвечает за все вызовы, за регулировку SIP-сообщений, SIP-сигналов, и сам не передает радиосигнал. W80B — это уже непосредственно базы, которые отвечают за передачу сигнала трубкам DECT-менеджеру. Их можно подключить до 30 штук. Также здесь поддерживается 100 SIP-аккаунтов, соответственно, 100 трубок и одновременных вызовов. Здесь поддерживается roaming и handover внутри системы. В качестве оконечных устройств тоже выступают трубки, конференции телефона, гарнитуры и настольные телефоны. Более продвинутая модель — это W90. В системе с одним DECT-менеджером можно использовать уже 60 базовых станций, два раза больше, чем на 80-й, и 250 трубок. Из отличительных особенностей — это внешние антенны, которые позволяют в определенном направлении увеличить радиус распространения сигнала на 10-15 метров. Также есть поддержка синхронизации по LAN, в 80-й только по воздуху, по DECT-сигналу, в 90-й и по воздуху, и по LAN. Это позволяет использовать 90-ю систему на каких-то более сложных объектах, где не такое хорошее покрытие сигнала, может быть какая-то сложная архитектура с толстыми стенами или с металлическими стенами и перегородками. Также поддерживается автоматическая синхронизация, которая буквально по нажатию пары кнопок сама синхронизирует базы по лучшему сигналу, и не нужно будет это все прикидывать и вручную рассчитывать. Самое крупномасштабное решение — это виртуальный интегратор плюс W90. Здесь мы можем с помощью виртуального интегратора объединить до 10 DECT-менеджеров в одну систему. Здесь у нас получается подключение 600 баз по 60 на каждый DECT-менеджер и до 2500 трубок. Что такое виртуальный интегратор? Это программа, которая устанавливается на виртуальную машину. Туда заливается лицензия, и он объединяет до 10 DECT-менеджеров в единую систему. То есть у нас трубки могут перемещаться между разными базами, разными DECT-менеджерами и при этом оставаться в одной и той же системе. Далее мы можем выдавать партнерам в тест измерительный комплект радиопланирования. Он нужен для того, чтобы в больших и сложных DECT-проектах грамотно и правильно расставить DECT-базы. С его помощью партнер выезжает на объект заказчика, либо передает его заказчику, и уже на месте мы размещаем тестовую базу из комплекта, берем трубки, которые показывают уровень сигнала, и смотрим уже непосредственно на месте, где лучше поставить базы, где какой уровень сигнала. В принципе, он позволяет хорошо скорректировать изначальную планировку расположения баз. Также в нем есть Powerbank, который позволяет использовать измерительный комплект на объектах, которые еще строятся, на которых, например, нет сети или электричества в принципе. Чтобы получить этот измерительный комплект, нужно обратиться к нам с просьбой заполнить форму на тест, и мы его бесплатно вам выдадим на 14 дней по умолчанию, либо на какой-то больший период, если это требуется. И теперь перейдем к оконечным DECT-устройствам. Это, во-первых, трубки W56H, трубка с большим дисплеем, большим временем работы, и разъем 3,5 мм для подключения гарнитур. Эта модель доступна к поставке до конца этого года, а потом она перейдет в режим EOL, и будет уже недоступна, на ее смену придут новые модели. Следующая модель W73H. Это сейчас самая бюджетная базовая трубка с дисплеем 1,8 дюйма, также хорошим временем работы, HD-голосом, шумоподавлением, и также имеется разъем 3,5 мм для гарнитуры. Модель W78H приходит на замену W56, имеет такой же дисплей, также разъем 3,5 мм, но добавляется еще Bluetooth 5,1. Эта модель уже доступна к поставке, то есть если у вас есть какие-то проекты на следующий год, лучше сразу закладывать ее. Гордость компании EOLINK — это защищенная трубка со степенью защиты IP67, модель называется W59R. У нее имеется встроенный Bluetooth, вибровызов, большое время работы и быстрая зарядка. Также из интересного стоит отметить наличие тревожной кнопки и сценариев срабатывания тревоги. Что это за сценарий? Первый сценарий — это по нажатию кнопки, то есть мы настраиваем какой-то экстренный номер, ну, например, рассмотрим вариант, когда эти трубки у охранников, а экстренный номер — это номер начальника смены. То есть у охранника случилась какая-то нештатная ситуация, он нажал тревожную кнопку, и его руководитель знает, что что-то не так, и нужно как-то реагировать. Также есть сценарии, когда трубка без движения, то есть, скорее всего, охранник, допустим, где-то ходил, сел и уснул, тоже подаст сигнал об этом начальнику. Также есть способность определять, что человек бежит, и подавать сигнал, и определяет падение. То есть если человек там упал, ему стало плохо, тоже трубка это определит и подаст сигнал. Также у нас еще есть более простая, но защищенная модель W57R. В ней уже нет встроенного блютуса, степень защиты поменьше, это IP54. Размеры те же, габариты те же. Для чего эта трубка? Ее, в принципе, можно использовать в каких-то не очень чистых помещениях, может, не таких экстремальных. То есть 59-я она может в воде пролежать полчаса, потом активно звонить. В пыли, в грязи ее можно ронять. 57-я тоже роняется, но уже не такая хорошая защита от пыли и воды. То есть для каких-то таких складов, возможно, или офисов не сильно грязных, скажем так. Еще из интересных решений модель T54W плюс DECT Dongle. В этом сценарии телефон выступает как оконечное устройство, как трубка. В нем все так же можно настроить 10 DSS-кнопок, есть поддержка BLF, но для его работы, получается, нужна DECT-база, подключение блоком питания к розетке и, в принципе, все. Не нужно ввести кабель Ethernet для работы телефона. То есть если у вас какой-то сценарий, где нельзя провести сеть или это будет проблемно, можно использовать такое решение с DECT-базами, сингл-сотовыми или мультисотовыми и вот такими оконечными устройствами. И конференц-телефон DECT CP935W. Он может выступать либо как DECT-устройство, либо как Wi-Fi-устройство. У него 6 встроенных микрофонов и 4-дюймовый сенсорный экран. Также есть возможность подключиться к компьютеру или смартфону через Bluetooth или Type-C. В чем его преимущество? В том же, в чем и предыдущие модели. То есть если у вас нет возможности использовать проводную сеть или телефон должен постоянно перемещаться там из одной переговорки в другую, вы ставите где-то в офисе DECT-базу, ставите этот телефон, подключаете его зарядку в розетку и после зарядки его можно брать с собой, куда-то переносить и он везде будет работать. Также к нему можно подключить микрофон CPW25, о котором мы уже говорили ранее. Немного про условия гарантийного обслуживания от OIP-MATIC. На четвертую серию телефонов у нас гарантия 36 месяцев, на остальные модели и аксессуары это гарантия 18 месяцев, спикерфоны и гарнитуры имеют гарантию 24 месяца и уже блоки питания аккумуляторной батареи 6 месяцев. Но несмотря на это, в некоторых проектах закладывается больше срок гарантии и это для нас не является проблемой, потому что гарантийный срок можно платно расширить до 5 лет на любое устройство. Чтобы это сделать, нужно обратиться к своему менеджеру в компании PEMATIC, он все посчитает и вышит вам цену. Также хочу отметить, что у нас огромная сеть сервисных центров. Они располагаются более чем в 30 городах России. Также есть сервис-центр в Москве. И средний срок обработки заявки довольно оперативный, это 3 дня. Так что, если у вас какие-то проблемы возникают, обращайтесь. На этом моя часть все. Если у кого-то есть вопросы, задавайте в чате. Я постараюсь ответить и передаю слово коллегам. Спасибо. Дмитрий рассказал оборудовании, которое можно использовать в ваших проектах, об их преимуществах и так далее. Это все оборудование совместимо, повторюсь, с оборудованием Агат. Я сейчас расскажу, как получить дополнительную проектную скидку, как зарегистрировать проект, как получить поддержку от вендора Ялинк и защитить свои инвестиции в ваших проектах. Итак, что же такое проект в понимании Ялинк? Это гарнитуры от 2,5 тысяч долларов. Можно регистрировать такой проект. Цены обратите внимание в РРЦ. При регистрации, если у вас проект более этой суммы, то вы можете отправить на регистрацию, получить специальный ID проекта от вендора и, соответственно, получить специальную проектную цену. Телефоны и спикерфоны регистрируются от 10 тысяч долларов в РРЦ. Базовые станции W90, W80, без разницы, любая микросотовая система регистрируется от одной базовой станции либо от одного депт-менеджера. Потому что Ялинк считает, что микросотовая система это чисто проектный бизнес, это не консюмерское оборудование, поэтому любая продажа необходима регистрация проекта. Также YDMP и VIM, это система управления, YDMP это система управления парком телефонов, оборудования Ялинк ВИМ, это система управления депт-менеджерами, может объединять до 10 депт-менеджеров. Тоже любая лицензия от одной штуки всегда является проектом. Какая необходимая информация, минимальная для регистрации проекта? Также скажу, что у нас сейчас уже на завершающей стадии тестирования проходит, уже многие даже партнеры используют нашу форму регистрации проекта. Именно не Excel-файл, а уже веб-форма. Скоро она появится в B2B, вы сможете, зайдя в B2B, зарегистрировать проект, не обращаясь к менеджеру. Минимально необходимая информация для регистрации это INN заказчика, так как INN является таким неким уникальным идентификатором конечного пользователя. Адрес установки очень важен, его обязательно необходимо указывать, не просто, как часто пишут, Москва, Санкт-Петербург и так далее. Необходим точный адрес установки, особенно в крупных проектах, крупных заказчиках, там Газпром, РЖД и так далее, могут работать разные партнеры по разным городам, по разным адресам. Данный заказчик использует единый INN, но разные адреса. И нам, и Ялинку, крайне сложно идентифицировать данные проекты. Это один и тот же проект, либо это разные. Спецификация проекта, сроки тендера реализации проекта, данная информация нам тоже обязательно нужна, потому что нам необходимо планировать свои сладкие запасы для того, чтобы, когда этот проект подойдет в срок реализации, чтобы мы успели в эти сроки вам предоставить оборудование. Информация об ОТС, которая будет подключаться, планируемая форма закупки, также очень важна, если это прямой договор, либо это тендер, особенно если это тендер, очень важно, потому что мы можем помочь составить ТЗ, желательно информация, тендер будет по какому ФЗ, 223-й, либо 44-й, от этого будет зависеть, какие технические задания под какой тендер вам необходимо предоставить. Ну и сценарий использования, написание задач, это, наверное, больше такая информация для понимания, как будет делать, что будет делать. Это необходимо для того, чтобы мы и вендор понимали, что данный проект вы делаете, вы обладаете информацией и так далее. Срок подтверждения проекта в Ялинк до трех рабочих дней. Ялинк просит обновлять информацию ежемесячно по проекту. Ялинк хочет понимать, что вы не просто зарегистрировали и ничего не делаете, Ялинк хочет понимать, что партнер работает в проекте и что он делает все возможное для того, чтобы проект состоялся. Все проекты регистрируются только через дистрибьютора. Спорные проекты, бывает такое, что одновременно приходит несколько партнеров и просят зарегистрировать проект. Например, заказчик сделал рассылку по проекту, по потребности. Приоритет Ялинк выдает по таким критериям. Кто сделал больше инвестиций по проекту, то есть кто, например, предоставил в тест оборудование, согласовал спецификацию. Например, было на другом вендоре оборудования, он предложил Ялинк. Это очень важно для Ялинка. Именно кто предлагает их бренд в проекты. Предоставил более детальную информацию по проекту, имеет успешный опыт работы с данным заказчиком. Например, при всех равных один партнер уже работал с заказчиком, другой нет. Ялинк для Ялинка это тоже будет таким плюсом, что уже были успешные поставки, потому что, особенно в крупных заказчиках, есть службы безопасности. И, например, тот партнер, который уже поставлял, он эту службу безопасности прошел. И вероятность того, что он сможет туда поставить, более высокая у этого партнера. И имеет больше винрейт по реализованным проектам Ялин. Это говорит о том, что Ялинк смотрит, один партнер зарегистрировал, 10 проектов из них, только один реализован, у второго 10 зарегистрировано, 8 реализовано. То есть он понимает, что компетенции второго партнера намного выше, чем у первого. Но это не является основополагающим, это собирается некий, из этих составляющих, общая картина, и Ялинк рассматривает это уже в комплексе. В каких случаях вендор может снять регистрацию? Это в случае, если партнер зарегистрировал проект, но в итоге не участвовал в тендере, Ялинк считает это грубейшим нарушением. В проектной политике Ялинка написано, что партнеру необходимо за 5 дней до окончания тендера уведомить тендер о том, что вы туда не пойдете по какой-либо причине. Потому что если вы заявили проект, Ялинк вас защищает, а вы туда не пошли. Ялинк считает, что это намеренная потеря проекта. Либо вы там допустили ошибки в документации, либо еще что-то необходимо обязательно уведомить. Ну и не обновлялся проект, Ялинк просит обновлять ежемесячно. Но если более трех месяцев проект не обновлялся, то в таком случае Ялинк не закрывает проект, но оставляет за собой право его закрыть. То есть это не говорит о том, что он безусловно возьмет и закроет его через 3 месяца. Вот эти пункты вендор осмотрит как нарушение и может аннулировать проектную поддержку, соответственно проектную цену. Чем мы можем вам помочь в ваших проектах? Это квалифицированная пресел-поддержка, помощь в отстроке конкурента, написание правильных ТЗ, безошибочное ТЗ, где будет заложено оборудование Ялинк. Расширенная гарантия, да, мы можем расширять гарантию на Ялинк до 5 лет за дополнительную плату. Адаптация продукта под проектные нужды, кастомизация, как я ранее говорил, различные коробки, прошивки, слейбы и так далее. Сервисы-центры во всех городах России, крупных у нас, по-моему, более 40, около 40 городов, которых вы можете не везти, отправлять морское оборудование, сдать в ваших, в ближайшем городе крупном. Выскоуровневая техподдержка, проведение обучения, подготовка к сертификациям, собственно, вебинары, семинары, складские запасы во всех крупных городах России, огромный демофонд, постоянно его содержим, для того, чтобы вы могли всегда обратиться и бесплатно получить тестовые образцы под ваш проект, протестировать его у заказчика, развернуть там какой-то пилот, либо показать оборудование вашему конечному заказчику. Ну, маркетинговая поддержка, совместные акции, промо мы тоже регулярно с партнерами проводим. Подытоживая, наверное, скажу, как выиграть проект, что нужно сделать, это зарегистрировать на ранней стадии потребность заказчика. Слово потребность, оно здесь правильное. Когда проект зарождается, это еще не сам проект, а только потребность заказчика, просто изъявил желание, что ему что-то нужно. В этот момент мы всегда просим регистрировать проект, потому что на дальних стадиях, когда вы уже проработали, все сделали, пришли с проектом, но по какой-то причине информация от заказчика утекла к другому партнеру, и он уже зарегистрировал. Вы приходите, а вам говорят, что проект зарегистрирован, вы видите, как, я все сделал, и мой проект, и начинается долгое время оспаривание, занимает очень много времени это и нашего, и вашего. Потому что на ранней стадии, как только появилась потребность заказчика, сразу просьба регистрировать этот проект. Предоставить оборудование на тест очень, ну, как показывает наша практика, это большим плюсом является, когда заказчик уже пощупал, попробовал, поработал с этим оборудованием. Оборудование Ялинк достаточно качественное оборудование, поэтому заказчики уже потом, зачастую, не хотят другое, их абсолютно устраивает это оборудование. Сформировать правильное ТЗ для конкурса, да, можете обращаться, еще раз повторюсь, в нашу преселл-поддержку, мы поможем вам составить эти ТЗ. Согласовать сроки и условия поставки до выхода конкурса, чтобы мы могли правильно запланировать свой склад, ну, и, в свое время, обновлять информацию по проекту, и, потому что учитывать дедлайны наших производителей. В целом, у меня все по проекту, если есть вопросы, задавайте, далее передаю слово Наталье Колотовой, представителю от компании Агата, она расскажет об оборудовании мест в проектах. Наталья? Добрый день, уважаемые дамы и господа, рада приветствовать вас на вебинаре, спасибо компании «Пометика» за приглашение. Меня зовут Наталья Колосова, я работаю руководителем развития продуктов бренда «Агат.Российские технологии». Брэд Агат.РТ известен на рынке российских телекоммуникаций уже более 25 лет. Мы являемся разработчиком и производителем полного цикла. Оборудование производится на территории Российской Федерации. входит в реестры ТОР и Минцифры и обладает всеми необходимыми сертификатами для продажи на территории Российской Федерации. С компанией «Апиматика» мы работаем уже давно, более 7 лет. Много совместных проектов, о части из них мы поговорим чуть позже, а сейчас поговорим вкратце об оборудовании, которое используется в этих проектах. Линейка оборудования «Агат.Российские технологии» это три линейки IP-телефонии «Агат», система записи автоматических переговоров «Спрут» и система автоматического оповещения в случае чрезвычайных ситуаций «Спрут.Информ». Все три линейки у нас используют единый веб-интерфейс для управления удобной, интуитивной на русском языке. Основные преимущества IP-телефонии «Агат», в отличие от основного числа импортных вендоров это наличие в едином конструктиве в базовом функционале различных функциональных возможностей. Кроме богатого функционала телефонии, IP-телефонии, современной IP-телефонии, также в конструктиве в базовом программном обеспечении присутствует интегрированный сервер записи переговоров сотрудников по всем каналам, хранение и аналитика этих записей, также присутствует возможность оповещения о строчных ситуациях, и также встроена в систему интегрированный конференц-сервер на 128 каналов с возможностью селекторных совещаний. Встроенная система мониторинга оборудования ведет контроль работы IP-ATS в режиме 24 на 7, контроль физических параметров станции, контроль каналов, соединений установленных, предоставляет отчеты о этой работе и информирование администратора в реальном режиме времени. Кроме того, встроенная система мониторинга позволяет мониторить не только эту станцию, но и остальное оборудование АГАД, подключенное к этой системе мониторинга. Другие станции IP-телефонии АГАД, другие системы Спрут Информ и системы записи Спрут. Характеристики модельного ряда Я не буду останавливаться подробно на этой таблице, она будет в презентации представлена на нашем сайте. Единственное, я хотела обратить ваше внимание на форм-фактор производства IP-телефонии АГАД. У нас системы могут быть одноюнитовые, двухюнитовые, шестиюнитовые конструктивы, системы могут быть дублированные, недублированные, но функционал доступен во всех конструктивах единый. И от 5 до 5 тысяч абонентов могут использовать всю палитру функционала IP-телефонии АГАД. И если мы говорим о масштабировании по сети, мы можем решить проблему телефонизации предприятия небольшого, небольшой компании, а также построить распределенную сеть под управлением IP-телефонии АГАД до 20 тысяч IP-абонентов. И, как я уже говорила, мы широко используем телефоны Елинка, в наших проектах благодаря функции автопровиженинг. Функция поддерживается IP-телефония АГАД, и настройка нескольких сотен телефонов Елинка занимает совсем небольшое время, используя функцию автопровиженинг. Мы полностью интегрированы. Также у нас работает функционал BLM BiziLangField, работает на всех телефонах Елинк. и все телефоны Елинк, о которых рассказал Дмитрий ранее, все интегрируются в нашу станцию и работают с полным функционалом. IP-телефония АГАД у нас с успехом замещает АТС импортного производства по программе импортозамещения. Как я уже сказала, в отличие от импортных вендоров, многие функционалы входят уже в базовую поставку, не требуется дополнительное аппаратное обеспечение для этого. И мы предлагаем бесшовный переход с импортного вендора на оборудование российского производителя, который входит в реестр торпо-минцифры. Мы также можем сохранять парк существующих телефонных аппаратов. СИП-телефоны Авая, Циско, Siemens Unify поддерживаются телефонии Агат. Как я уже сказала, мы активно участвуем в проектах с Елинк и используем телефонный Елинк, представленный здесь также на слайде. С точки зрения надежности оборудование АП-телефонии Агат дает возможность дублирования по процессорному модулю, по модулю питания, по интерфейсным модулям, горячую замену без выключения питания. Как я говорила, управление 24 на 7, отчеты по работе станции, гарантии производителя у нас от 1 года до 5 лет, русскоязычная поддержка, также оборудование у нас продолжает развиваться по требованию наших клиентов и постоянно идут доработки, мы реагируем гибко на требования наших уважаемых клиентов. И также хотела обратить внимание на то, что программное обеспечение всего модельного ряда обновляется для существующих заказчиков бесплатно. Я хотела бы обратить внимание на систему записи переговоров с Прут, поскольку вы предлагаете IP-телефоны E-Link для тех заказчиков, кому требуется телефония, может быть, требуется замена существующей устаревшей телефонной станции, здесь можно предложить IP-телефонию Агат, может быть, требуется импортозамещение или новые заказчики, где нет телефонии, она требуется, предлагаем IP-телефонию Агат вместе с телефонами CP-Link, но может быть ситуация, где вы предлагаете телефоны, расширяя существующую уже номерную емкость, и вдруг возникла у клиентов задача о записи переговоров, поскольку в любой ситуации, где есть обслуживание клиентов, могут быть конфликтные ситуации, нужна будет доказательная база, и мы предлагаем систему записи телефонных переговоров с Прут, я хотела бы вкратце рассказать о том, что она предлагает запись разговоров по всем телефонным линиям, подключенным к телефонной станции, не обязательно это IP-телефон и Агат, это может любая телефонная станция, мы интегрируемся со всеми, система хранит эти записи и позволяет аналитику по записям, причем, если мы используем ключевую аналитику, перевод голосовых файлов в документы, в текстовые файлы, то по ключевым словам может быть осуществлен поиск и разбор полетов, если это необходимо, насколько качество обслуживания клиентов было удачным этим сотрудникам. Записи разговоров хранятся, к ним доступ идет по интернет, по имейл, все записи дублируются, могут быть дублированы системы записи хранения, жесткий диск, база данных, электропитание. Веб-интерфейс, как я сказала, управляющей системой позволяет назначать гибко доступ к разным типам записей, к разным каналам для контроля. Система также позволяет контролировать разговоры в реальном режиме времени и даже прерывать разговор при наступлении определенного события, если какое-то слово было произнесено, например, бомба, мы и наши силовые структуры используют вот этот функционал. Также я хотела упомянуть, что система наша Спрут используется у многих заказчиков, где существуют диспетчерские службы. Здесь на слайде представлена государственная единая диспетчерская служба. Система установлена у нас и в скорой помощи в полиции, в МЧС и так далее, в госуслугах, но в любых диспетчерских службах, там, где есть необходимость записи переговоров диспетчера для разбора конфликтных ситуаций, в разных отраслях промышленности, в транспорте, энергетике, ЖКХ, в производстве наша система Спрут широко представлена. И вкратце хотела бы пройтись по проектам, о которых уже упомянул Василий. Совместный проект Елинг и Агат для замены IP-телефонии в Министерстве энергетики. Задачей была замена АВАИ, дублированные станции, полная архитектура сохранилась, полное дублирование сохранилось. И, как вы видите, здесь представлено несколько станций различных емкостей моделей IP-телефонии Агат, система записи Спрут и система оповещения Спрут Информ и 660 телефонов Елинг различной функциональности было в этом проекте. Также очень интересный проект Газпром распределения Ленинградской области, полное покрытие телефонии Ленинградской области, замена всего парка существующих различных устаревших станций, 55 различных систем IP-телефонии Агат и 1100 IP-телефонов Елинг. Проект этот продолжает развиваться, в ближайшее время будет поставка еще нескольких станций и более сотни телефонов Елинг. Как пример, также у нас департамент развития новых территорий города Москвы, 7 станций Агат и 1000 телефонов Елинг. Также наша система представлена на оборонно-промышленном комплексе, заводе, Мотовелихинском заводе, для организации выживаемой структуры связи, 700 IP-телефонов Елинг, там установлена одна станция IP-ATS Агат, и поскольку оборудование IP-телефонии Агат и все оборудование Агат обладает сертификатом 969 по безопасности на транспортных предприятиях, у нас есть масса инсталляций на метрополитенах, в железнодорожных вокзалах и аэропортах и как пример совместного проекта с Елинг аэропорт Когалым 110 телефонов установлено Елинг. Последний мой пример это микрохирургия Глаза Оренбург этот пример мне кажется можно представить как такой кейс продажи на небольшие предприятия в небольшие коммерческие структуры где до 200 телефонов Елинг вы можете увидеть различные типы какие были использованы и самая небольшая станция Агат СЮ-72-12 представлена в этом проекте Буквально две минуты хотела сказать что наше оборудование Агат совместимо со многими технологическими партнерами мы проводим постоянное тестирование здесь представлены на слайде все партнеры Елинг как вы видите участвует в различных линейках здесь и видеоконференции Апи-телефонии и Апи-телефоны и ДЕКС-системы этот лист не конечен мы разработчик и производитель оборудования мы постоянно продолжаем тестирование выкладываем тесты и документы о тестировании на нашем сайте пожалуйста обращайтесь пожалуйста обращайтесь к нам за помощью в выборе оборудования за настройкой обучением специалистов у нас есть свой собственный центр обучения мы сопровождаем наше оборудование предлагаем сервисное гарантийное обслуживание также по продаже нашего оборудования есть партнерская программа она представлена на нашем партнерском портале и на нашем веб-сайте пожалуйста обращайтесь будем рады сотрудничеству спасибо за внимание Спасибо. Это проект не только с самим Агат РТН, а и с их партнерами, которые уже закладывают и реализовывали проекты на оборудование Агат плюс Ялинк. На этом, наверное, все. Если остались еще вопросы, мы какое-то время поотвечаем в чате. Всем спасибо за то, что пришли к нам на вебинар.